Здравствуйте, у микрофона Алиса. Это серия про то, что окружает нас в городе. Дороги, машины, аэропорты, рестораны, магазины. Мы расскажем, как сервисы Яндекса учатся успевать за городской жизнью. И как город, в свою очередь, меняется вслед за ними. Жизнь в городе усложняется. И вся система начинает чуть-чуть скрипеть. Тебе же нужно максимально быстро под это подстроиться, как сервис. Он говорит, ща, 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 ща. Почему они в своем Яндексе не могли вот это сделать? А где брать новые машины? Как их привезти? А какие выбрать? Китай сегодня является самым большим экспортером автомобилей. По сути, мы научились делать ленту интересной персонально тебе. Поэтому ты начинаешь залипать. Мы строим продукт, который позволяет людям дотянуться до всего того, что вообще в городе есть. И в этот момент ты как бы осознаешь масштаб того, что ты строишь. Мы городские сервисы. То есть мы на самом деле помогаем людям решать их какие-то повседневные задачи при помощи комбинации каких-то технологий, продуктов и операций, которые на земле происходят. Мы помогаем людям со временем управлять и тратить их на то, что они хотят. Это сервисы, в которых очень значимая часть оффлайна, того живого мира, который вокруг нас. Это улицы, такси, курьеры, доставщики, магазины, лавки и все, что хочешь. Это невозможно делать, знаешь, как сказать, закрыв глаза, не обращая внимания на город. Город развивается, и ты вместе с ним развиваешься. Мы адаптируемся под то, что происходит. И, наверное, в каких-то местах город адаптируется. Или мы вместе что-то придумываем. Жизнь в городе, она усложняется. Постоянно открываются новые дороги, появляются новые станции метро или новые вообще транспортные какие-то хабы, пересадочные узлы. В связи с этим мы в картах стараемся, во-первых, как можно быстрее отобразить вот эти изменения, которые происходят в реальности. А во-вторых, дать пользователям возможность легко ими пользоваться, скажем так. Карты — это главный городской сервис, поэтому мы хотим, чтобы все возможности, которые у пользователя есть в городе, были доступны ему через карты, чтобы не нужно было искать решения для очередной задачи в каком-то новом месте. День на карту попадает больше миллиона различных изменений реального мира. Интересный факт. Яндекс оцифровывает 160 тысяч километров дорог в месяц. Это как четыре раза обогнуть землю. То, над чем мы работали много лет, это, по сути, очень быстрое обновление данных. Чтобы как только что-то появляется в городе, оно сразу же должно отображаться в картах. В этом году в Москве появился регулярный речной транспорт. И нам нужно было сделать так, чтобы в день запуска, как только корабль поплыл, чтобы он поплыл и в картах. Чтобы, во-первых, появились его живые метки. Это отображение, где корабль находится в данный момент, в реальном времени. И чтобы он стал предлагаться как вариант проезда, когда он действительно удобен. В прошлом году мы первыми представили концепт карт будущего для России. Уже опубликовали бета-версию. И вот за этот год мы очень-очень много чего сделали, чтобы наконец-то их запустить в продакшен на всех пользователей. Мы делаем HD-карты для того, чтобы было легче сопоставить то, что ты видишь в реальном мире, с тем, что у тебя в приложении нарисовано. В первую очередь мы стали заниматься дорогами. Мы нанесли на карту 140 типов дорожной разметки. И теперь на дорожном полотне отрисованы все полосы, разделители, островки безопасности, парковки и так далее. Все, что вы можете увидеть в городе, это теперь есть и на карте. Всем привет! Приехал в Петербург, как всегда, на машине. Вообще очень часто сюда езжу. У меня жена из Питера. Но реально каждый раз, как первый раз, суперкрасивая архитектура. Но для меня просто все эти дома выглядят абсолютно одинаково. Без навигатора, ну вообще никак. Смотрите, что в этот раз заметил вот прямо за рулем. Яндекс.Карты показывают не только маршрут, но еще и полосы, парковочные места и островки безопасности даже. Если в итоге вы все равно умудрились потеряться, то можно ориентироваться теперь еще и по объемным зданиям. Например, смотрите, вот тут у меня есть Владимирский собор. Ну, кстати, похоже. Еще мне очень нравится, что маршруты строятся по полосе. То есть пропустить поворот – это практически нереально. Мы стали добавлять на карту детализированные 3D-модели ключевых зданий городов, которые являются и ориентирами для людей, и просто очень красивыми объектами, которые ты видишь в реальности, и теперь ты их видишь и на карте. Сейчас мы запускаем большое обновление, которое позволит рассмотреть город в деталях. Теперь прямо на карте появляются фотографии мест из рубрики «Достопримечательности» и различных категорий развлечений, чтобы можно было одним взглядом посмотреть, заинтересует тебя это место, узнавать про него подробности или смотреть дальше. Можно будет увидеть подписи у организаций, которые отмечены на карте. Это будут короткие фразы, сгенерированные из отзывов пользователей, которые характеризуют это место, потому что иногда может быть непонятно, что это за ресторан. Это коктейльный бар, это ресторан изысканной кухни. В карточках организаций появились видео в дополнение к фотографиям. Видео лучше передают атмосферу мест, и теперь можно быстро посмотреть, понравится вам в заведении или нет. И еще в карточках многих организаций появится новый блог, который будет коротко рассказывать об этом месте в формате сториз. Она сгенерирована на основе фотографий, видео и отзывов от пользователей и коротко дает людям информацию, что это за место, какой опыт в нем можно получить, как все это выглядит. Такси — это общественный транспорт, значимая часть городской транспортной инфраструктуры. У жителей города есть надежный способ добраться из точки А в точку Б, не думая ни о чем, что машина приедет, не приедет, как быстро она приедет и так далее. У водителей в городе есть надежный, быстрый способ заработка и какое-то значимое количество рабочих мест в городе создается таким образом. Что людей волнует? Волнует, что как-то долго едет, как-то долго ищется и как-то чего-то дорого. Конечно, хочется поездить на такси в ценах 2016 года, и не только на такси, много чего хочется в ценах 2016 года, но в силу специфики моей работы и слишком хорошо понимаю, почему цена сформирована таким образом. И поэтому я к этому отношусь более лояльно. Но даже я иногда такой, чего? Просто что? Что нужно для того, чтобы я как пассажир мог уехать? Во-первых, нужен я как пассажир. Помимо непосредственно пассажира, нужен еще, во-первых, автомобиль, в который пассажир сядет, и водитель, который его отвезет. Давай представим, что есть карта города, и мы в нее кидаем дротик просто вот так вот. И ищем, а сколько вокруг, в радиусе, не знаю, двух километров, сколько вокруг машин, которые могли бы тебя отвезти. И как близко ближайшие из них. Когда плотность высокая, там можно выбирать. Там много машин, точно совершенно какая-то из них твой заказ вывезет. Чем больше на рынке плотность, чем меньше холостые пробеги, тем как бы ниже при прочих равных может быть цена. Когда плотность низкая, ты кидаешь дротик, вот, там одна машина, или две, или ноль. Как бы вот это вот предложение, оно ограничено, растет цена, потому что в цену включается и как бы неэффективное время водителя. Неэффективное время – это когда водитель не везет пассажира. А, например, едет к нему, иногда в другой район, ждет у подъезда или припарковался в ожидании нового заказа. Для того, чтобы рынок функционировал, нужно, чтобы приходило 100 тысяч новых машин в год и замещали устаревающий флот. И у нас в какой-то момент этот поток почти обнулился. Вот есть бассейн, из него какая-то вода вытекает все время, потому что такси, ресурс автомобиля расходуют довольно интенсивно. И поэтому автопарк постоянно нуждается в выполнении. Шесть месяцев новых машин в систему практически не приходило. Когда мы начали видеть, вот такой-то автопроизводитель ушел с российского рынка, вот такой-то производитель, не знаю, закрыл какое-то там представительство свое. Мы такие, так, стоять, ребят, машины – важная часть нашего бизнеса. Наша задача – помогать паркам. Мы, конечно, пришли к ребятам и спросили, ребят, как у вас дела? Они такие, да пока все нормально. Мы такие, а что будет через год? И тебе приходится искать какие-то варианты решения проблем? А где брать новые машины? Как их привезти? А какие выбрать? Вот того, что у нас осталось, да, у нас это как бы наши какие-то локальные автопроизводители, российский рынок как бы вот машин, он был где-то там, 21 год, по-моему, порядка полутора миллионов машин. В 22-м году сократился больше, чем в два раза. И это связано в том числе с производством. В ковид, когда там производство масок не могли как бы масштабировать, да, а производство автомобилей масштабировать еще и там в условиях различных ограничений, это сложная задача. Поэтому как бы и просто нет достаточного количества. Мы бы рады как бы купить, но просто нечего, да. То есть это пока только как бы вот что-то импортированное. Какие страны производят на экспорт больше всего машин? Это три лидера. Это Япония, это Германия и это Китай. Кстати, в этом году Китай уже отгрузил почти 3 миллиона автомобилей, обогнав Японию и Германию. И это некоторый в каком-то смысле знак качества, потому что невозможно как бы не соответствовать требованиям по качеству как бы обогнать таких грандов этого рынка, которые десятилетиями на нем доминировали, взять и всех как бы победить. Есть вообще стандартная сегментация автомобилей. Там Б-класс, С-класс, Д-класс. Она также проецируется на наши тарифы. Есть какой-то выбор этих машин, какое-то количество производителей. Ты находишь определенное количество машин, дальше ты ищешь, а у кого они в городе есть? Мы нашли на автору владельца, который ее перепродавал. Объяснили ситуацию, говорим, приезжай к нам на парковку, мы очень хотим посмотреть. Ты собираешь на парковке набор машин и начинаешь их сравнивать между собой. Ты смотришь на ее комфортабельность, на то, насколько она подходит в тариф, сколько она стоит, что говорит водитель за рулем, который на ней приехал. Здесь мы видим классического представителя тех самых китайцев, которые на дорогах теперь представлены. Это автомобиль Cherry Tiggo Pro 7 кроссовер. Сейчас чуть более подробно расскажу. У нас был очень большой холивар на тему того, насколько уместны кроссоверы в классе Comfort Plus. Да. Что мне в этом автомобиле нравится, на самом деле? Мне в первую очередь очень сильно нравится, что это кроссовер. Исторически у нас в этом классе кроссоверов не было или почти не было. Это были все седаны. У него высокая посадка. Тебе удобнее садиться, удобнее выходить. Здесь большой багажник, достаточно места и сказать, что здесь что-то существенно по-другому, чем в каких-то машинах, к которым все уже давно привыкли, нельзя. Очень важно понимать, что автомобиль такси, к нему предъявляются некоторые другие требования относительно автомобиля частного. Здесь нет панорамы и слава богу, потому что она не нужна. Потому что все, что она делает, это удорожает стоимость машины. А самое важное для автомобилев такси это соотношение цены и качества. То есть он должен быть достаточно хорошим, но при этом максимально дешевым. по водительской части на самом деле не то, чтобы я как бы великий водитель и автоподборщик и много чего понимаю. Я честно конкретно такую же машину той же марки брал в каршеринге пока был в отпуске с детьми в Сочи и на ней честно проездил чуть больше недели. Что я могу сказать? Это хорошая машина. Наверное, она там чуть-чуть у нее есть какие-то крены в поворотах просто потому, что это кроссовер. Но базово у меня как бы не возникло никаких проблем и основное, на что я тут хочу обратить внимание это то, что ты в нее садишься и она такая же интуитивная как большинство каких-то ее одноклассников. Был и другой опыт, то есть в какие-то автомобили тоже ты садишься и такой блин, а как здесь включить что-нибудь? Здесь я такого вообще не испытал. То есть все интуитивно, все понятно. На самом деле водители наши как бы новые машины любят, берут их более охотно просто потому, что банально приятнее как бы себя возить, себя в том числе возить в новой машине. Вот. И опять же скажу здесь, что в рамках наших погодных условий снегопадов и всего остального, дворов и так далее, кроссовер это очень большое преимущество относительно седана. Тут нет такого, что ты приходишь к парку и такой так, сейчас тачки будут вот такие. Вы вместе работаете, вы зависите друг от друга в какой-то мере. Твоя задача помочь ему, его задача помочь тебе. И дальше ты пытаешься сопоставить параметры автомобиля с его стоимостью, экономикой парка, экономикой водителя, нашей экономикой. И когда вот этот сложный пазл у тебя сошелся, ты такой, ага, я нашел тачку, которая может работать в этом тарифе, и я знаю, как сделать так, чтобы она в нем поехала. Есть какой-то автопарк. У него, предположим, 100 машин. Он приходит к дилеру и говорит, я хочу купить 10 машин. Дилер такой, ну, ок, твоя скидка вот такая. Для этого дилера, который привозит их тысячами, 10 машин не сильно важный объем. Он для него почти как розничный покупатель. Но если мы попробуем сагрегировать, попытаться собрать желание парков и понять, а сколько они планируют машин в следующем году, наложить это на какие-то наши расчеты, а сколько мы хотели бы, чтобы было машин в следующем году, и прийти с таким сагрегированным предложением для дилера, возможно, мы получим совершенно другую стоимость. И в этом наша совместная сила. К концу 23-го года вышли в ключевых географиях на уровень притока новых автомобилей в систему примерно такой же, чуть ниже, чем в среднем по 21-му году. То есть у нас в месяц приходила машин, всего на 10-15% меньше, чем в году 21-м. Это нам позволяет если не вернуться в бассейне на тот уровень, к которому мы привыкли, то по крайней мере хотя бы начать этот процесс. И вот мы сейчас добавили в систему много этих машин, и нам надо будет сейчас, я думаю, что пара лет массовой эксплуатации пройдет, будут понятны основные болячки и так далее. Я очень часто выхожу на линию как водитель. Очень классно было как раз попробовать одному из первых в команде. А как это будет? На дворе октябрь, пора вписаться в какую-то очередную авантюру. Сегодня я выхожу на линию вот на таком красавце Хончи H9. Попробуем потаксовать на нем в Москве и посмотреть, что про него думают пользователи. Помимо вот таких больших и классных автомобилей Хончи, Хонки, каждый по-разному называет, есть еще куча других разных брендов типа Cherry, Lissian, Lifan. Непонятно, как будут воспринимать пользователи. Мы тестируем почти каждый автомобиль, который мы пускаем на линию. Ни гвозда нам, ни жезла. Погнали. Спиртом вчера не позволяли ничего? Нет, ни в коем случае. Категорично нет? Абсолютно нет. Легкая нервозность. Впервые за рулем китайского автомобиля. Машина очень приятная с точки зрения водителя. Посмотрим, что скажут наши пользователи. Эски она такая какая-то запоздалая чуть-чуть. Здесь она прям такая, как я люблю. Сам подумываю, но думаю еще годик-два подожду. Посмотреть, как будет экспонироваться. Да, как я хотел бракотиться на этой машине. Да? Он приехал прекрасно. Гораздо более комфортная, чем Ешка или БМВ пятерка. По посадке, по плавности хода. Самое главное, по посадке и пространству. Но совершенно не приверх. Добрый день. Сталась интересная машина. Да. Не видела ее. Как вы оцениваете эту машину? Мы вообще тестируем китайские автомобили или как люди их воспринимают? Салон внутри классный. Даже получше, чем мы всегда с вами об этом. Ага. Сильно доробитесь? Нет. Честно. Нет, сейчас будет. Красный флаг переводится, да? Ага. А так и переводится. Вчера не позволяли ничего? Нет, ни в коем случае. Категорично. Абсолютно нет. Все хорошее. Отлично. Короче, машина ездит. Время подвести итоги. Все пользователи точно отметили, что машина лучше, чем остальные автомобили бизнес-класса. Все отметили плавность хода, какой-то комфорт. Пару человек сказали, что недостаточно шумоизоляции, но в целом нет, мне кажется, ни одного пользователя, кто был недоволен качеством автомобиля, быть китайцем в сервисе. Те автомобили, которые сегодня приходят в рынок, это скорее комфорт, комфорт плюс, да? А вот модели эконома у нас, например, до сих пор проблематичны с ней. Не то, что их нет, просто цена на них непривлекательная и не позволяющая нашим таксопаркам-партнерам пока хорошо сводить экономику. Мы тоже над этим работаем. Для того, чтобы цена была привлекательная, все-таки нужна довольно глубокая локализация. Те автомобили Б-класса, которые занимали на российском рынке в 2021 году лидирующие позиции, производились в России. Поэтому была возможность давать на них хорошие, выгодные цены. По мере того, как будут локализовываться, будут появляться разные варианты на рынке, мы, я думаю, что это все нормализуется. Через пять лет мы уже не вспомним, что у нас были такие проблемы. Для того, чтобы пассажир мог уехать, нужна машина, нужен третий и в каком-то смысле самый важный участник этого процесса это водитель. И водителей нам тоже не хватает. Конкуренция за рабочие руки, она на самом деле становится глобальной. Плюс валютный курс очень сильно влияет, потому что при условии, что многие из тех, кто приезжает, они отправляют существенную часть своих заработков семье, количество денег, которые могут отправить семье, оно тоже снижается. При этом есть еще бум развития электронной коммерции, который на нас тоже влияет, потому что рынку внезапно понадобилось очень много курьеров, очень много сборщиков заказов, очень много кладовщиков, а это как бы те профессии, внутри которых мы конкурируем. Что мы с этим можем делать? Мы можем вкладываться в те самые технологии, вырастить вот эту самую эффективность. У разных маркетплейсов разные метрики, но у нашего конкретно это доля времени, которую водитель проводит с пассажиром. Оно увеличилось чуть больше, чем на 2%. С одной стороны, кажется, что это как будто бы немного, но если это перевести каждый день, 150 тысяч человек могут уехать, потому что вот та самая вот эта вот эффективность выросла на 2%. Примерами подобных технологий является, например, заказ по цепочке. Каждый, наверное, кто часто пользует, сталкивался с ситуацией, когда вот машина подъезжает, из нее один человек уходит, ты садишься, и это для нас идеальный сценарий. В какой-то момент, если ты начинаешь для конкретного пассажира подбирать водителей, не только тех, которые прямо сейчас свободны, но и тех, которые скоро освободятся, у тебя растет плотность машин, которые ты можешь предложить человеку, и радикально падает время подачи. За последний год у нас почти половина заказов таким образом происходит уже в системе, и она там за год к году тоже выросла там что-то с 38 до 44 процентов, что ли. Цена всех волнует, мы вкладываем много в то, чтобы создавать для людей способы, как сэкономить тем, кому там, кто готов на определенные как бы компромиссы с точки зрения времени подачи, удобства, где-то готов пройтись, где-то готов проехать с кем-то, да, и прошлая конференция целиком была этому посвящена, да, но при этом мы там в тот момент скорее как бы вот заявляли о том, что мы над этим активно работаем, большую часть каких-то технологий в базовом варианте тогда запустили, но все-таки там, например, совместные поездки были там доступны далеко не во всех городах, да, сейчас это как бы покрытие гораздо шире. Тариф вместе — это возможность заказать поездку в такси с человеком, которому с вами по пути. Такая поездка будет со скидкой от 5 до 40 процентов. Есть города, и их ни один, ни два, и там их больше десяти, в которых доля совместных поездок 10 и более процентов. То есть каждый десятый человек едет с кем-то. В масштабе маленьких, небольших городов это прям ну в каком-то смысле давать. Наша такая локальная революция. Мы своими технологиями за еще неполный 2023 год, по октябрь включительно, да, соответственно, люди смогли с помощью наших технологий сэкономить больше двух миллиардов рублей. опциями экономии хотя бы один раз воспользовалось больше 11 миллионов человек. Мы точно совершенно нацелены на то, чтобы сделать так, чтобы в следующем году люди смогли сэкономить не два миллиарда, а не знаю, пять, а то может и десять. Со стороны думаешь, людям нужно 50 миллионов разных фич, функциональности в приложении, как-то по-особому давайте редизайн сделаем, перекрасим кнопки и изобретем еще все необычное, давайте привнесем в сервис. Потом спрашиваешь у людей, а вот, ну, реально, что вам нужно? И честно говоря, людям нужно, чтобы они заказали, оно приехало быстро, вовремя и желательно дешево. И вот, если ты эти три вещи делаешь, то сервис растет. Поставили себе цель возить быстрее. Просто звучит, знаешь, тяжело сделать. Я заказал в приложении и хочу, чтобы через 30 минут была еда. И если что-то идет не так, как они такие, да почему, почему они в своем Яндексе не могли вот это сделать? Мы в этот момент не думаем, что есть физический мир. В этом физическом мире около дома есть забор. У забора есть калитка. У калитки не работает домофон. Курьер не может туда зайти. И, например, не знаю, человек не берет трубку. Это, не знаю, еще 5 минут к заказу. Или рестораны, мы воспринимаем, что они вот штампуют заказы. Но это же, конечно, не так. Я работал на кухне в ресторане. Может, не знаю, закончится лоток с помидорами. Ты вот делаешь бургер, а помидоров нет. Ты смотришь, где они, они в холодильнике, а их еще не помыли. И вот из таких мелочей складывается, знаешь, весь набор непредвиденных ситуаций в нашем сервисе. А в итоге заказ опоздал. И вот мы год занимались тем, чтобы ответить на вопрос, что мы, как Яндекс, можем предложить партнерам, клиентам, курьерам, чтобы заказ быстрее приезжали. Мы не любим ограничивать пользователя в ассортименте. Но мы можем аккуратно подтолкнуть человека к тому, чтобы выбрать ресторан, который ближе к нему находится. Наша нейросеть для каждого человека подбирает там оптимальные рестораны для того, чтобы потихонечку переучить людей выбирать суши, которые от вас в 700 метрах, а не в 3 километрах. Ты не можешь это по щелчку сделать, потому что на самом деле человек такой открывает, любимые рестораны пропали, ну и уходит с приложения. Вот потихоньку менять ранжирование, чтобы за год, сохранив конверсию заказ, поднять вверх выдачи ресторана, которые ближе к человеку, это вот первый этап этого пути. Дальше вопрос, как ресторан готовит заказы. Бывают ситуации заказов в доставку, которые, например, отправляются в отдельную очередь и готовятся в последний момент. Это выбор с одной стороны ресторана, безусловно, и он партнер, как бы ему виднее, как делать этот бизнес. Но ты можешь прийти и объяснить, ребят, смотрите, из-за этого растет время отдавания заказа. Из-за этого растет время в целом для клиента. Из-за этого конверсия в целом падает. Или вторая штука, что если у вас очень непрогнозируемо работает кухня, где иногда вы делаете бургер за 5 минут, а иногда за 25, кухня заказ задерживает, а курьер уже пришел. И казалось бы, ну это же не проблема, как только он заказ будет готов, он заберет, понесет. Но это проблема, потому что в это время курьер не относит другие заказы. И если курьеров в системе не хватает, то значит в среднем каждый заказ начинает дольше ждать своего курьера. И у тебя среднее время в городе доставки растет. Ну и ты довольно много трачь времени, чтобы объяснить партнерам, настроить дешборды, научиться считать эту аналитику, показывать в сравнении одни рестораны с другими ресторанами и вместе с партнерами, как над этим работаешь. Это позволило нам сократить время средней готовки и отдачи заказа. И отсюда извлечь еще несколько минут, которые ты намазываешь на систему, улучшаешь ее эффективно. А дальше есть вот этот путь курьера по городу. Первое вопрос, а как перемещается курьер? На самом деле между идти пешком и ехать на велосипеде вообще-то может быть 10 км в час скорости разницы. Мы много тратим сил, чтобы курьерам дать возможность ездить на велосипедах. Это не просто повесить баннер в приложении, катайтесь на велосипеде, будь быстрее. Это мы тоже делаем. Но это значит дать инфраструктуру, договориться с партнерами, которые делают аренды велосипедов, прорастить их в приложение для курьеров, сделать скоринг формата того, что вот мы точно знаем, этот курьер давно с нами работает, поэтому сдайте ему электровелосипед со скидкой, потому что раз, два, три. На самом деле не хватает какой-то инвестиции безопасность того, как эти велосипеды ездят по улицам. А для того, чтобы это стало безопаснее, тебе нужно точно позиционировать, где едет велосипед. Для того, чтобы мы могли проконтролировать скорость велосипедов, тебе нужно поставить свой Айот, который универсально работает со всеми моделями велосипедов. Сейчас все объясню. Айот, он же интернет вещей, подразумевает, что разные предметы объединяются в сеть и передают данные о себе. В нашем случае предметы велосипеды. И она синхронизирована с медленными зонами в городе. Ты такой, ну, можно взять все велосипеды, на них навесить, и ты понимаешь, что это операционный ад. Гораздо проще, хотя, казалось бы, это сложнее, от начала до конца контролировать процесс создания этого велосипеда, сделать его таким, какой он удобен для курьера, и его начать массово производить и сдавать в аренду. Зачем Яндексу изобретать велосипед? В него вложены вообще силы наших инженеров и разработчиков, чтобы его сделать безопасным, быстрым и удобным для курьера, не говоря про то, что все погодным в условиях всего, что происходит на небе. Зеркала заднего вида, потому что он едет по дорожной части, он должен уметь соблюдать медленные зоны, потому что их много в городах, такие же, как в самокатах. Его нужно дополнительно всей защитой оборудовать для того, чтобы вода туда не заливалась, когда происходит дождь. Его нужно сделать удобным для любого типа сумок, которые сюда ставят. И я вам хочу сказать, что это вот плюс-минус 5 сантиметров, которые туда-сюда ты двигаешь каркас, это вопрос баланса тяжелой сумки, в которой лежит две пятилитровки. Ты будешь падать с ней, когда поворачиваешь или не будешь? Это определенный как бы радиус-колет для того, чтобы удобно поворачивать и нигде ничего не задевать. Все здесь сделано для того, чтобы курьер мог сесть, провести полную смену, заряжать телефон, нигде не промокнуть, нигде не упасть, все правила дорожного движения соблюдать и вообще получать в том числе, это, часто говоря, удовольствие. Катаясь на нем, правда, наверное, немножко другую погоду. Если садится батарея, то, во-первых, есть педали, потому что это что? Велосипед. И можно на них доехать до пункта, где можно будет перезарядить. Вот тут в два движения открывается сидение, вот, достается батарея, засовывается следующее, закрывается сидение и ты погнал на смену. Двух больших батарей точно будет хватать на полную смену даже в холод, но, как мы знаем, батареи в холод разряжаются сильнее. Вот мы будем много тестировать сейчас в ближайшие месяцы, как там все устроено. Есть ограничения по скорости, есть ограничения по мощности. Если ты... И обычно одно связано с другим, но в момент, когда ты едешь в горку, велосипед, думая, что он ограничивает, как бы скорость, снижает мощность в медленной зоне, и ты вообще не можешь заехать. Вот даже такой нюанс, это надо месяц попрограммировать, для того, чтобы тонко настроить работу двигателя, батареи и всего вместе. Надо меньше говорить, больше делать, поэтому садимся. Вот так мы изобрели велосипед для курьеров. Проверим его в бою, в основном, как он справляется с тяжелыми условиями. Честно говоря, просто хочется уже заказы разводить. Ну вот какая была вероятность, что первый заказ, который у меня будет, будет из офиса Яндекса, с фудмаркета, который там находится. Думаю, что мы создали самый крутой и удобный и безопасный велосипед для курьеров вообще из всех существующих. Когда будем массово сдавать их в аренду, самый, мне кажется, правильный критерий это количество курьеров, которые сами захотят его брать. Вот что я требовалось доказать. Сходил в KFC, там стоит мой заказ. Прямо видно, что он стоит на пункте выдачи заказов. Я говорю, а дай мне, пожалуйста, заказ. Они говорят, покажите его в PRO. Я показываю PRO. Они говорят, нет, вам нужно забрать сначала первый заказ, потому что в комментарии ко второму заказу в этот момент появится трехзначный код, который вы должны сказать, чтобы мы отдали вам заказ из KFC. В итоге я мог бы сам все сделать, но мне как бы PRO фундаментально не дает эту возможность. И мы еще какое-то количество минут на этом теряем. Давайте про это пожалуйста подумаем. В общем, я бы сказал, что он очень хорошо едет, очень хорошо управляется, очень мягкие, суперудобные сиденья, плавный старт, очень удобный крепеж, который вставляешь, не затягивая все время туда-сюда. Две вещи, которые вот точно надо улучшать. Это вот эта рама, ее надо делать, во-первых, чуть шире, выше и более жесткую штуку, возможно, она как-то должна защелкиваться. А второе, это подножка. Вот даже сейчас видно, что он наклонен на одну сторону и как бы, а с этой стороны висит, тебе все время кажется, что он сейчас перевернется и упадет. Вот, как вот здесь, вот, собственно говоря, не так уж много оставлю, чтобы вывалиться. Я думаю, что у меня точно была супербыстрая доставка благодаря велосипеду и дело даже не в скорости, да, 25 км в час это не очень большая скорость, ровно такая, чтобы безопасно на нем ездить. По сравнению даже с обычным велосипедом, ну, конечно, на длинных прямяках или когда ты едешь на дорожном полотне, тебе гораздо удобнее и маневрировать с такими колесами. Так что я думаю, мы минут 5-10 с каждого, ну, кроме заказов, которые в соседнем подъезде сегодня были, там тебя это скорее раздражает. Мы точно сняли и ради этого мы его и сделали. В мире не так много сервисов, которые могут за 30 минут отвезти заказ. Вот мы в этом году поставили рекорд. У нас были дни, когда в среднем мы возили по всей системе за 32 минуты с учетом плохой погоды, разной топологии городов, несмотря на все многообразие выбора, которое человек делает. Город притягивает людей. И у этих людей есть потребности, которые нужно все большим и большим объемом удовлетворять. Города создают среду, в которой, возможно, доп. эффективность за счет технологий. Это город дает Яндекс. А Яндекс.Маркет владеет интерфейсом доступа ко всем товарам в городе и доставкой тебе под дверь. Город дает нам возможность исполнить это свое предназначение, которое заключается в том, чтобы эффективнее всего доставить тебе то, что ты хочешь. Количество товаров настолько сильно возрастает с приходом, собственно, мерчей, которые множатся на сервисе типа за последний год примерно раз в пять или в семь. В октябре 2023 года количество продавцов на маркете превысило 100 тысяч, а товаров стало больше 58 миллионов. Мы больше не можем решать задачу после показа всего, того, что у нас есть. Мы обязаны персонализировать сервис для каждого. Это, в принципе, превращает путь пользователя по сервису в том, что он идет через рекомендации. Теперь он идет через рекомендации, как только он отходит в сторону конкретного поискового запроса. У нас развивается и процветает технология, которая называется товарный фит, который замешивает внутри себя интересные товары разных магазинов, из них сплетая персональные подборки, через которые пользователи окунаются в мир вот этого миллионов этих самых товаров. Взяли одну и ту же самую технологию создания ленты товаров, которая раньше хорошо показала себя для одежды и применили общие принципы, которые в ее основе лежат. Мы начали иногда рисковать, подбрасывая тебе товары, на которые мы не знаем, как ты отреагируешь, чтобы проверить, твой фидбэк нам нравится это или не нравится. И отдельно сделали упор на то, чтобы выбирать из множества этих товаров то, что именно конкретно тебе очень хорошо подойдет. И неважно, какая это категория. По сути, мы научились делать ленту интересной персонально тебе, поэтому ты начинаешь залипать. Вот в чем произошла разница. Ну что, позалипаем? Давайте вместе посмотрим ленту рекомендаций Никиты. Стикеры на телефон я бы не купил, я на шучу хол. Рюкзак Xiaomi я бы купил, кстати, похож на мой. Что здесь делает комплект гелевых ручек, я не знаю. Датчик Яндекса тоже подойдет. Вот и новый телек с Алисой. Удлинителя только не хватает, по-честному, что было бы логично. А, кстати, вот еще особенно интересно поговорить про вкладку «Выгодно». Это та же самая лента, собранная из товаров по рекомендациям, по которой мы проверили, что в интернете это самая выгодная цена для тебя. То есть это не просто самая глубокая скидка из того, что нашлось на маркетплейсе, это в том числе данные Яндекса о том, что это просто выгоднее всего взять. Давай называть это «Сделка дня». Давай посмотрим на мужские футболки. Вот у меня есть почти такая. И добро пожаловать в мир черных футболок. Ну вот мне, допустим, нравится с Дарт Вейдером. Давай я возьму себе с Дарт Вейдером. И тут ты уже можешь, кстати, увидеть у меня его величество зеленые цены. Готово. Заказано. Конкуренция на рынке маркетплейсов и на маркетплейсов очень высокая. Все уже поняли, что одним из ключевых факторов принятия решения о покупке является цена. Все стараются уронить цену. Так рождаются проекты, например, проекты зеленой цены. При оплате карты Яндекс.Пэй пользователь получает возможность покупать товары дешевле, чем обычно. Если очень упрощать, когда пользователь Яндекс.Маркета платит за товар через Яндекс.Пэй все транзакции происходят внутри семьи. Поэтому нет никакой дополнительной финансовой нагрузки на эту операцию, которая есть при работе с картами других банков. Всю экономию мы отдаем обратно пользователю и перекладываем ее в цену. Это делает товары дешевле. Сплит — это технология, которая позволяет покупать товар или кучу товаров в целой корзине и платя не сразу большую сумму, а разбивая ее на равные части и выбирая только срок оплаты. Это суперудобно. Ты знаешь условия, начиная с этапа выбора товара, ты приходишь на чекаут и просто нажимаешь кнопку «Оформить». Не нужно ничего ждать, никуда ходить, вводить какие-то СМС-подтверждения. Оплата проходит как с привязанной карты. Для меня сплит — это суперлайфхак, с помощью которого я могу не ждать, не копить, а просто прямо сейчас получать то, чего я хочу. Ну что, а теперь давай отправимся на маркет и, как мы говорим, сплит о нем. Берем Лего Йоду для моей коллекции Лего Йод. Корзинку неминуемо покупаем сейчас. А вот и сплит. Взбиваем. Два месяца оформляем. Заказ оформлен. Кстати, совсем скоро случится распродаж на черную пятницу на Яндекс.Маркете. Низкие цены, лучшие товары. Все, да. Не пропустите. Что есть непобедимого у Яндекса в принципе? Мы существуем как сервисы без стен, как одна большая семья. Все понимают, что да, у каждого есть свой ПНЛ, но где-то там наверху все цифры в итоге объединяются и побеждает группа, а не каждый отдельный участник банкета. Важная штука в Яндексе, если ты придумал технологию или продукт, или сервис, который классно у тебя работает, пойди и предложи соседнему сервису тоже ее использовать. И в этом месте команда еды и команда маркета это на самом деле одна команда, которая делает этот экспресс-сценарий доставки всего. За последние несколько лет Рома вырастил вместе с командой в еде не только доставку из ресторанов, но и в том числе доставку из магазинов. Его бизнес, бизнес ритейла, очень близок к бизнесу маркета. И ему естественно, как и нам, думать о взаимоинтеграции. Вы такие, почему бы вообще все магазины, которые есть вокруг нас, не перенести в твое приложение маркета, в котором ты можешь это заказать. Без складов, без промежуточных распределительных центров, без доставки, не знаю, за три дня, а просто возьми, отправь курьера в соседний двор, там, где магазин продает шампуни, заберет шампунь и принеси пользователю за 60 минут. Я не думаю, что кто-то сможет повторить доставку вообще всего за час в таком размере, как мы и качестве сервиса для людей. Для этого нужно знать город, знать карты, иметь огромное количество курьеров в системе, уметь распределять эти заказы. Люди еще привыкают к тому, что можно зайти на маркет и там как бы купить активированный уголь. А я думаю, что за следующий год мы просто не вспомним о времена, когда было не так. Доставка уже давно перестала быть чем-то премиальным и она стала частью повседневности жизни нашей. Это безусловно настолько стало обыденностью для нас, что убрав это из нашей жизни, мы будем очень грустными ходить, я думаю. Это как если бы предположить, что в городе бы исчез интернет, например. Город в каком-то смысле это большой супермаркет. Здесь можно, не знаю, купить инструменты, здесь цветы, здесь лекарства, здесь детскую одежду. Мы же подумали давно, а почему бы не дать возможность пользователям дотягиваться до всего, что находится в городе, так же быстро, как они сейчас дотягиваются до готовой еды, пользуясь сервисом Яндекс.Еды. Так появился сервис Яндекс.Доставка, где мы решаем проблему быстрой доставки по городу и между городами для разных пользователей. Кто сталкивается с вот этой вот необходимостью, с вот этой проблемой решения задачи быстро что-то куда-то доставить? Первое, это обычные люди, вот мы с вами, которые что-то забывают иногда, документы в аэропорт какие-то срочные, или, например, хотят порадовать кого-то и отправить подарки для этих пользователей. У нас есть инструмент, продукт внутри приложения Go, где можно зайти, быстро оформить и он уедет. Так, протестируем доставку, отправляем на метро Курская, Яково-Апостерский переулок. Выбираем, значит, самый быстрый тариф, так у нас не так много времени. па-бам! Значит, опция от двери до двери, мы же не хотим идти в дождливую погоду на улицу. Можем отправить открытку получателю. Привет! И сделаем фото. Селфи с гусем и с оператором. Использовать фото. Так, уточняем детали. Все. Сейчас мы уже большой такой сервис, в котором пользуются не только обычные пользователи, которых у нас полтора миллиона в месяц в среднем, но и десятки тысяч бизнесов разных размеров. Они вот эту услугу быстрой доставки дают своим покупателям. Например, цветочный магазин или какая-нибудь Бакалея на своем сайте размещает информацию о том, что доставка за полчаса. При помощи этого продукта они увеличивают свою клиентскую базу, увеличивают лояльность своих клиентов, своих покупателей к их магазинам, а мы для них предоставляем вот этот сервис, этот продукт, чтобы можно было в действительности потом взять эти булочки или эти цветы и доставить за эти 30 минут по району. Ты знаешь, что в среднем у тебя где-то там 10, наверное, доставок в день заказывают. И тут случилось что-то и тебя завалило заказами. Что в этот момент происходит? Твой один курьер, который всегда хорошо справлялся с доставкой 10 заказов, разумеется, не может доставить сразу 20. Поэтому им нужен партнер, который сможет им помогать в каких-то экстренных ситуациях, ну, при пиковом спросе. Это первое. Второе, если говорить про крупный бизнес, то спрос на доставку, он нелинейный. Люди заказывают в обед, заказывают вечером, если говорить про продукты. И для того, чтобы вывозить все эти заказы, доставлять все эти заказы, тебе как бизнесу нужно обеспечить не только по минимальной границе необходимое количество курьеров, чтобы общую массу доставлять, но и чтобы пики тоже у тебя доставлялись. И для них выгоднее часть заказов отдавать нам, а часть заказов делать самостоятельно. Для того, чтобы вот эта быстрая доставка была возможной, мы развиваем технологию диспатча. Это технология, которая включает в себя разные алгоритмы, сокращая время ожидания, например, заказа, сокращая время, которое курьер тратит для того, чтобы добраться до отправителя, чтобы за каждую минуту, которую он провел в этом сервисе, какой-то отправитель был готов заплатить. Люди не любят ждать. Вот ты купил телефон, ты испытал какую-то радость, ну это же классный новый девайс, вот это все, вот у тебя такой дофаминовый, короче говоря, всплеск. Зачем терять этот дофамин, пока ты ждешь доставку этого телефона там день или два, если ты можешь прямо сейчас его уже получить? Вот эта проблематика, да, она и побудила нас когда-то построить такой сервис экспресс-доставки для бизнеса, в том числе, чтобы они помогали своим получателям увеличивать кайф от покупок. Для отправителей, для тех, кто пользуется доставкой, для них важно, чтобы продукт был удобный. Для небольших бизнесов в приложении Яндекс.Го в разделе про доставку мы сделали специальный такой подраздел доставка для бизнеса, который призван упростить процесс взаимодействия пользователя внутри приложения с сервисом доставки. Например, у нас есть вот эта пекарня в Астрахани, которая делает больше 25 заказов через приложение каждый день. Для того, чтобы ему было удобнее это делать, мы делаем персонализированные адреса, которые, очевидно, повторяются, если у тебя одна и та же клиентская база. То есть, задача этого интерфейса при помощи продукта максимально упростить процесс создания заказа и дать необходимый функционал, чтобы делать вот эти десятки заказов в день. Вот мы заходим в кнопочку доставки, здесь появился раздел для бизнеса, он пока что в эксперименте, скоро появится у всех. Вот сейчас я Дима Логвин, а вот Бах, и я мистер Твистер. Значит, здесь можно настроить, например, сотрудников, которые работают, например, в этой цветочной лавке, как у меня, я завел цветочную лавку. Здесь можно настроить способы оплаты и дать доступ сотрудникам этой цветочной лавки платить, например, с одной и той же карточки, если у тебя есть корпоративная карта. Ну и, в общем, здесь появятся разные инструменты, которые релевантны для бизнеса и которые призваны упростить ему жизнь при помощи вот этих продуктовых фичей. Так, мне кажется, мне звонит курьер, кстати. Да, алло. Экстрополис называется. Я сейчас вас встречу, я буду в цветастой рубашке и с большим белым гусем. Игрушечным, разумеется. Сейчас я подойду. Здравствуйте. Мы отправляем гуся. скажи пока, гусь. Готово. Спасибо. До свидания. Все, гусь отправился. Мы сейчас отправляли гуся и стоимость этой доставки была 800 рублей. Вообще, говоря, это дорого. Почему так? Количество курьеров, готовых выполнять эти доставки, не растет так же быстро, как спрос на нее. Для того, чтобы эту проблему решить, вот мы используем технологию динамического ценообразования. Что это такое? Это алгоритм, который на каждую заявку рассчитывает какую-то стоимость, которая гарантирует, что дождливый день или в пятницу вечером или вообще когда угодно, но с 98% вероятностью найдется такой курьер, который готов будет этот заказ отвезти. сейчас обед, значит, идет дождь, и при этом, когда мы с вами заказали эту доставку, то алгоритм, технология нашла исполнителя за 30 секунд. Курьер был у нас уже через 5 минут после того, как мы эту заявку с вами формули. Рост вот этой цены, он обеспечивает рост дохода исполнителя в системе. По сравнению с прошлым годом курьеры уже на более чем на 30% начали больше получать доход те курьеры, которые работают хотя бы 5-6 часов в день и больше и делают это 5 дней в неделю, у них доход в сервисе уже за неделю выше 40 тысяч рублей. И это позволяет привлекать к работе с сервисом еще больше исполнителей, что в конце концов приведет к балансу и к снижению цен. Для того, чтобы решить проблему недостатка курьеров, мы обогатили технологию алгоритмами батчинга. Сейчас все объясним. Батчинг — это процесс объединения нескольких заказов и назначения на них одного исполнителя. Предположим, два человека из одного подъезда одновременно заказывают продукты из одного магазина. Без технологии батчинга мы предлагали эти два заказа двум разным курьерам, которые одновременно приходили в магазин, брали два пакета и радостно шли в один подъезд. Кажется, что в условиях, когда курьеров готовых выполнять заказы недостаточно, это просто безумие какое-то. Поэтому мы придумали вот эти алгоритмы, эту технологию батчинга. При помощи технологии батчинга мы научились вот эти заказы складывать в один маршрут и назначать заказ с двумя точками, предлагать его одному исполнителю. То есть мы по сути решаем задачу коммавижора на распределенном по городу огромном количестве заказов, еще и делаем это в реалтайме, складывая разные посылки от разных отправителей в разные длины маршрутов. Так у нас появились замедленные тарифы, вот эти вот за два часа, за четыре часа. И вот сейчас, например, в тарифе за четыре часа мы находим маршруты, которые состоят как минимум из двух посылок в 98% случаев. Оптимальность этих маршрутов позволяет как сократить количество курьеров необходимых для того, чтобы доставлять вот этот вот растущий спрос на заказы, так и удешевлять для пользователя эту доставку. Так, доставочка приехала. Что там по времени у нас? Чик. Опа! Вау! Опа! Опа! Все хорошо. Спасибо! Хотя концепция доставки, она в том, что быстро это значит, что ты забираешь все время курьера, который везет твою посылку, и ты за это платишь. Дальше, чем медленнее, тем больше ты делишь времени, ты делишь стоимость между всеми отправителями, которые тоже согласились на медленнее. И вот время и деньги чем медленнее, тем дешевле. Мы можем прямо сейчас отправить гуся отсюда на Курскую за 800 рублей, а можно за 169 прийти, сдать ПВЗ, но гуся получат завтра. Ты заходишь в приложение Яндекс.Гол, открываешь карту, на карте ты видишь кучу-кучу ПВЗ, выбираешь тот, в который тебе удобно принести посылку, тебе строится маршрут до этой точки, приносишь, сдаешь, выбираешь тот, который удобно твоему получателю, ему приходит пуш-уведомление, и завтра он может прийти в ПВЗ и забрать свою посылку. Мы строим город внутри города. Это на самом деле цифровая реальность. Уже сегодня все наши офлайн-штуки, машины, курьеры, железки и так далее, соединены вместе одной IT-системой. Мы заправляем 100 машин одновременно, мы меняем 5 аккумуляторов в самокате за один проезд курьеры-лавки. Мы экономим на каждом действии. По сути, объединив все в единую цифровую систему, делаем ее как можно более эффективной, чтобы предоставить ее пользователям за минимальную цену. Мы оптимизируем город на самом деле. Вот я бы так тогда сказал. Мысль о том, что люди не могут без того, что создала твоя команда, это одно из самых вдохновляющих чувств, которое может быть в нашей работе. Мы когда обсуждаем иногда с командой, о чем мы хотим построить, мы хотим дожить до того момента, когда сервисы, которыми мы занимаемся, станут вот этой зубной щеткой для людей. Скорее всего, в этот день мы пойдем строить новые сервисы для Яндекса. И кто-то другой придет на наше место для того, чтобы эту зубную щетку бесконечно улучшать. И в этом есть вроде бы какая-то такая философская заранее уже грусть, что наступит день, когда нам нужно будет пойти делать что-то еще. Но с другой стороны, вот желание дойти до этой точки и посмотреть, блин, у нас это получилось. Другие эпизоды Як смотрите на Кинопоиске или Ютьюб. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok